всем добрый день решил записать тактики по обороне у нас имеется некоторые проблемы при игре в опорной зоне чуть ниже значит рассмотрим атаку соперника флангом начальная стадия атаки даже начальной тоже развитие такие флангом допустим мяч защитник или там любого игрока соперника который находится во фланге значит вот этим прямоугольником синим здесь обозначена зона действия лфд куда он должен смещаться и в общем-то ниже какой отметки ему не рекомендовано опускаться в обороне но вот в этой зоне он должен действовать в отборе препятствует всячески и так далее да то есть пошла начала таки здесь сюда соответственно там он находился где-то здесь танка была так возвращается соответственно и вот в этой зоне действует очень активно пытаясь отобрать мяч препятствия передач и так далее да значит при этом смотрим как располагается остальные члены команды цфд соответственно смещается немного во фланг тоже он вот примерно в этом вот овальчике действует может быть чуть пошире может узковатого нарисовала факт тот что задачи цфд препятствует значит пасу в центр для развития атаки соперников то есть играет плотно где-то здесь полузащитников вот и соответственно по возможности предотвращает пас сюда куда-то в эту зону назад защитник или кому-то то есть здесь опять же куда-то вот сюда спускаться ему уже не нужно то есть вот в этом районе где-то он действует вот так же активно нападает мешает обработать мяч принять и так далее цеплять можно слегка там руками вот игрока соперника соответственно лцп смещается своим игроком сюда во фланг мешает обыграться здесь полузащитником и будет быть готовым опуститься сюда значит лз соответственно с крайним фланговым и игроком соперника который на как правило нападающий который наиболее высоко соперника сидит на нашей половине вот соответственно держать лучше сюда и быть готовым к рывку по флангу то есть если вдруг пошел рывок то лз однозначно уходит с этим игроком сюда вот опять же препятствует здесь получению мяча и так далее значит вот такая ситуация цоп также чуть-чуть смещается на фланг готовый подстраховать здесь лцп в случае если здесь как-то вот так пройдет сюда да мяч то есть здесь подчищает все если же атака прошла дальше как-то в центр сюда мяч ушел здесь цфд уже его зоны здесь зона ответственности заканчивается соответственно подчищает здесь да а вот игроки по цп значит соответственно смещается в центр тоже где-то действует вот в этой зоне со своим игроком вот сюда назад желательно не уходить ему даже если будет считаете пас не оголять вот эту зону впереди как бы впереди у соперника да соответственно сзади у нас а вот пз смещается со своим игроком соответственно тоже также к центру находится всегда ближе к своим воротам здесь на случай заки заброса куда-то проникающего паса чтобы он мог быстро оказаться на мяче вперед него ну или подстраховать здесь центр если что до пфд остается своим фланговым игроком ну либо смещается может быть вот сюда куда-то то есть в идеале он может быть я зона ответственности его не нарисовал вот вот где-то вот 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 так вот действует да то есть вот вот здесь на случай паса суда мешает на случай перевода суда но все-таки ближе держаться своему флангу для чего для того чтобы если будет длинный перевод на другой фланг и подключение здесь латеральки до чтобы он успел здесь подстраховать свою оборону баром у своей команды да то есть как то так вот здесь где-то начало начальной стадии атаки подвое имеет смысл прессинговать только в таких случаях где действие второго игрока приходящего на подмогу скажем так отбирающему не повлечет за собой оголение какой-то зоны которая может привести к остре контратаки да или каким-то плачевным вариантом допустим в каком случае можно да вот сюда пошел пас здесь откуда-то здесь да сюда пришел цепо здесь как-то цоп вот у фд спустился здесь помог его прессануть вот в этом месте да или как-то может быть вот здесь вот когда вот такая вот ситуация без обострения да здесь цоп как-то пришел сюда что ну сюда особо паса никуда нет во всех остальных случаях один игрок соответственно идет на мяч да на игрока с мячом пытается ему помешать активно все остальные ближние зоне действия ближнего паса вот это вот так играют со своими игроками препятствуя коротким передачам ну или вообще передачам сопу да то есть здесь борьба здесь цоп здесь cfd здесь лз все под контролем вот даже если здесь лцп значит борьбу проиграл ничего страшного потому что лцп не вне вне не бросает борьбу продолжает здесь мешать как-то активно догонять и так далее вот сюда опускается цоп вот немного cfd может быть пониже то есть и вот так если пошло пошло развитие атаки суда соответственно цоп сместился здесь по части лцп продолжает двигаться со своим игроком дальше вот то есть вот здесь так соответственно по цп сюда спускается вот и дальше как бы идет развитие атаки да с опов я не знаю может быть сюда вот как-то сместиться поближе защитник крайне вот лфд опять же вот ну вот сюда спустился в крайнем случае ну вот куда-то сюда но не ниже не надо вот то есть соответственно задача вот здесь игроков нападающих нейтрализовать отыгрыши назад какие-то подключения соответственно подключение латералик и так далее соперника если атака атака посмотрим да если атака развивается дальше флангом да соответственно вот смотрим да вот в прошлом матче у нас было несколько вот таких ошибок характерно да вот как то вот так развивалась атака вот вот здесь получал мяч полузащитник в этой точке вот вот так у нас как-то располагались игроки но у нас было два цопа вот соответственно лз шел сюда бросал своего игрока да опорник почему то не шел сюда опорник оставался вот здесь соответственно вот сюда шел пас у нас центральный защитник начинал убегать сюда в это время как-то начинал подключаться здесь и полузащитник вот здесь вот здесь какая-то дырка вот образовывалась вот конкретное в этой зоне вот то есть так не должно быть на самом деле вот смотрите особенно центрально центральные защитники значит больное место но тем не менее да центральный защитник ну в крайнем случае должен уходить вот сюда во фланг крайне если он сюда выходит значит соответственно здесь сразу должен опускаться центральный полузащитник цоп сюда сразу должен идти в идеале да если лз проигрывает борьбу здесь фланговый игрок и здесь вот как-то что-то получается соответственно сюда должен опускаться лцп здесь этот цоп вот так должен почищать то есть если зоны не должны пустовать если сюда спускается лцп соответственно цоп где-то должен быть вот здесь на его месте если наоборот сюда пошел цоп соответственно сюда сюда как-то немного сместился лцп вот такой вот ситуации не должно быть вот такой ни в коем случае если случилось так что убежал сюда цзшник то есть опять же цоп не сюда бежит цоп бежит вот сюда не надо сбиваться в кучу и поддаваться на вот эти вражеские всякие уловки с растягиванием обороны с тем чтобы все игроки оборонительные наши оказались на мече там где-то в одном месте вот соответственно и игроки которые играют на другом фланге не выключаться ни в коем случае из игры но всегда следить за своим игроком с тем с которым играете за его перемещениями следить перемещение мяча для вас здесь второстепенно первостепенно перемещение игрока с которым вы должны быть к которому может последовать передача которую нужно нейтрализовать в конечном итоге значит при дальнейшем развитии атаки да вот мы допустим у нас очень характерная тоже ошибка идет дальнейшее развитие атаки и у нас вот как то вот так вот все сбивается вот сюда вот вот да то есть смотрим значит далее пошло пошло дальнейшее развитие атаки сюда куда-то во фланг здесь здесь обычно пытается пролезть да как то латералька сюда опускается вот здесь левый форвард да то есть если его латераль идет опускается он опускается вместе с ним всегда то есть вот даже ниже зоны своей ответственности если опускается но идет латералька всегда играть с ним все равно то есть как бы если он куда-то пошел пошел сюда но вряд ли редко когда сюда лезет защитник вот но все равно играть вот как то с ним ты ближе чуть ближе к своим воротам так вот все время перекрывая не самая главная задача не дать обыграться с ним не дать обыграться с ним никому из заборков атакующих соперника да вот ну здесь как бы тоже все 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 вроде на первый взгляд просто да ну здесь нападающий с мячом здесь куда-то обычно открывается пытается открыться полузащитник да то есть здесь вот здесь ситуация такая цоп где-то вот в этом районе должен быть то есть подстраховывая защита если вдруг здесь обыгрывается защитник да на краю то есть здесь начинается может диагональный тип бег этот идиотский блин вот и цоп должен всегда быть на подстраховке левого защитника вот соответственно опять же вот сереж у тебя была ошибка здесь вот характерная да то есть он пошел с мячом а ты начал пятиться причем пятился на него от него на очень большом расстоянии у нападающего здесь вообще был простор просто неимоверный можно было куда угодно и как угодно ему сыграть ты не давай ему играть не надо бросаться ну как бы очень плотно не давая ему свободно работать с мячом да соответственно цоп должен где-то вот здесь вот находиться для чего значит предотвращая во первых вот сюда куда-то вот эти забегания вот здесь должен съедать тогда сразу вот во вторых если обыграли защитника то соответственно вот здесь уже как-то побороться и подстраховать в этом районе соответственно игрок противоположного плана оборонки должен быть где-то здесь ну с ЛЗПшник здесь тоже должен быть на готове особенно то есть перекрывая вот эту передачу вот эту там сюда куда-то вот с ФД где-то спускается вот до этого уровня вот ниже тоже не надо соответственно играть где-то здесь с игроками полузащиты которые даже не на втором а на третьем темпе они получаются да вот по ФД играет опять же со своими игроками здесь если идет подключение может по центру какой-то защитника неимоверное может быть сюда да но вот опять же не ниже не нужно опускаться совсем низко вот сюда лезть ни в коем случае не надо не 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 надо вот ну если уж там совсем какой-то там нелепый обрез там что-то сбились то может быть да вот но в идеале в идеале такой ситуации не должно быть то есть ПЗ должен играть вот с этим игроком со своим всегда ходить как часовой он сюда он сюда соответственно он сюда он сюда то есть всегда быть чуть ближе к своим воротам да вот если линию проводить от игрока к вратарю и всегда чуть ниже вот при атаке ну центральные защитники понятно это опора да которая вообще вот в идеале вот и из этого при обороне вот из этой зоны центральные защитники не должны уходить вообще никуда и сюда не туда то есть как бы максимум вот 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 максимум вот здесь края вратарской где-то что-то вот чтобы пресечь вот эти все сюда попытки там выходов там и так далее по цп тоже не стараться ну не по цп а крайних центральных полузащитников вот стараться играть всегда тоже на своей половине то есть без необходимости да и вообще стараться по возможности не смещаться на тот фланг на противоположный фланг своему то есть здесь мяч пускай здесь здесь есть топ пускай разбирается есть лцп тут cfd может быть помочь вот здесь в этом плане не надо еще сюда влезать тоже в это месиво сюда да потому что ну пойдет очевидная передача суда потом и все вот всегда стараться контролировать свое положение на поле то есть немножко нужно отрешаться от мяча да и больше смотреть за зоны действия своей за своей зоны ответственности надо к этому привыкать чтобы отвечать именно за ту зону ответственность в которой находишься в которой должен играть соответственно вот какое-то вот такое положение должен занимать да вот в идеале как то вот так вот все должно быть ну здесь может там ситуация быть любая я не говорю что это как бы вот только так играть ну стараться стараться придерживаться да вот этого опять же вот если вошли сюда в штрафную да уже здесь как-то получилось здесь это обыгран защитник вот здесь вот вот так вот оно все начинает быть вот как правило здесь уже да начинаем играть более индивидуально то есть смотрим вот здесь значит игрок значит чуть ближе к нему цз пз задача остается в принципе тоже здесь да не 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 бежать вот сюда тоже не помогать вот сюда пришел мяч да там как-то не бежать всем вот сюда вот вот эту точку мяч оставаться со своим игроком может быть чуть ближе играть да на случай того что если здесь нападающий все-таки получится как-то обыграть чтобы успеть вот сюда накрыть но не надо вот так вот здесь вот стоять всем стеной это именно гребаный вот особенно касается игроков опорки да вот цоп здесь ниже по цп в идеале должны закрывать вот эти зоны вот свои то есть где-то вот зона по цп вот 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 такая вот скажем так да вот вот по цп должен где-то здесь примерно чтобы исключить вот эти все передачи на второй темп подключение вот эти вот здесь вот потому что на самом деле вот это вот стена здесь линия она может быть и затруднит действие нападающего но она намного облегчит продолжение атаки в плане отыгрывания на второй темп или еще чего-то да то есть нужно всегда находиться здесь вот в этих зонах своих цфд опять же тоже вот в этой ситуации ну должен куда-то вот вот так опускаться может быть то есть вот здесь на подборе где-то играть ну вот максимум где-то ну это я низко слишком нарисовал вот так вот скорее всего да опять же вот как-то играя со своими здесь игроками которые есть там может быть этот пол защитника какого-то закрыть опорника который нам осталось еще где-то да то есть вот как ну чуть пошире если узенько нарисовал пошире конечно где-то вот так вот здесь он должен находиться движет двигаться опять же те же лфд почему почему не надо сюда да может быть по во первых не набегаетесь туда-сюда это будет вообще во вторых с лишняя здесь будет плотность создаваться то есть ну чересчур да ну вот сюда вот 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 сюда да должны спускаться сюда опять же для чего для предотвращения вот этих вот подключений всяких и желательно всегда смотреть то есть если мячик вот здесь где-то находится да у него то есть куда возможен пас на второй темп сюда сюда куда-то да то есть вот находитесь вот здесь да или допустим если здесь наоборот включается латераль значит находитесь вот здесь да вот вот ситуация такая в обороне цоп соответственно чистит здесь может чистить и здесь и здесь самая главная задача значит его страховать и встречать вот где-то вот на этом вот участке соперника ну и по игре в штрафной тоже соответственно здесь требования такие что возможности избегать подкатов и отборов отборов кнопка отбора именно вот я имею ввиду из тех положений которые могут привести к фоллу да стараться максимально сыграть и безопасно значит ну и отсюда же да вот как бы если здесь перехватили как-то мяч где-то если у нас игроки фланга не будут очень низко то соответственно можно быстро очень быстро быстро сообразить контратаку то есть как только мяч сюда прям вообще ни о чем не надо думать просто фланговым игрокам разворачиваться бежать свои фланги сразу соответственно будет вынос либо сюда либо сюда во фланг через центр опять же выносить всегда хуже теперь здесь как правило плотность больше и вероятность перехвата мяча выше всегда поэтому вынос через фланги вот сюда и все я так и сразу пошла где-то вот так контратака быстро да здесь можно потом цфд закинуть можно максимум утащить сюда и сделать длинную диагональную передачу на противоположный фланг сюда вот как тогда потом при развитии атаки самое главное что игроки фланговые атакующие смогут быстро смогут быстро открыться во фланге для контратаки все как правило как правило лучше всегда открываться на тот фланг не через который шла атака через противоположный потому что вся игра как бы смещается на тот фланг через который идет атака до соперника вот и противоположный фланг он оголяется становится гораздо менее насыщены игроками соперника но если грамотный здесь у них защита какая-то она будет где-то вот так играть тоже сюда вот поближе не будет далеко отпускать этого форварда даже при при их атаке да то есть вот такую ситуацию допустил защитник но это уже его вина ну тем не менее да то есть вот здесь перехват какой-то и вынос не просто там никуда надо стараться выносить именно на фланг противоположной атаки диагональ чик сюда да и сразу продолжение пошло здесь вот или сюда сильным пасом на ход вот это сильным каким таким действием конечно если действие если опасность то есть большая допустим вот там как-то при такой вот ситуации да можно сделать диагональ а вот при такой ситуации конечно лучше просто вынести его все здесь уже понятно ну вот как то так тактики по поводу выхода из обороны в атаку да при спокойном состоянии при начале развития развития нашей атаки да и уже я выкладывал там все все было прозрачной как бы там особых премудрости нет надо просто все делать четко да и вовремя чтобы каждый игрок при определенном действии знал так что в этой точке находится игрок и ему нужно сделать вот такое действие мяч всегда ну или с большой вероятностью окажется игрока своей командой чужой вот вроде как бы и все что я хотел записать всем удачи удачи и Продолжение следует...